Вы знаете, тем более, наверное, больше звучит цинично то, что я сейчас прочитаю, и мы пытаемся понять мотивацию. Не нравится отправлять своих детей на фронт, так прокомментировал основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в видео вербовки российских заключенных, которое недавно появилось в сети. Соответствующий комментарий появился на странице компании «Конкорд», который принадлежит, как его называют, повару Путина. Если бы я был заключенным, я бы мечтал влиться в этот дружный коллектив, чтобы иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой. И последняя ремарка. Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и, в принципе, кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо от ЧВК и зэки, либо ваши дети. Решайте сами. Евгений Пригожин, российский бизнесмен, приближенный к президенту РФ Владимиру Путину. Ну и вот, учитывая такой комментарий, я не знаю, каким образом воспринимать его могут в Российской Федерации, если это прямая аналогия того, что отправление воевать в Украину, это есть наказание. А где же тогда вот этот патриотический идеологический месседж, который вот этими словами разрушается просто вщент? А какой реакции ожидают такими комментариями? И какая реакция вообще есть на такое заявление со стороны Пригожина? То есть, либо дети, либо зэки. Ну вот как-то, вы знаете, в голове не укладывается. Может быть, у вас есть видение, это случайно выскочило изо рта Пригожина? Или это есть реальная мотивация войны в Украине? Вообще сейчас в России очень многие, скажем так, оторопели и опешили, потому что они понимают, что начался тот самый транзит власти, и к власти сейчас рвутся как раз вот такие, как Пригожин, еще более вероломные даже, чем Путин, которые... Они даже не пытаются быть в какой-то там маске и сохранять какие-то приличия. Он прямо говорит... Ну, во-первых, да, тут, если я могу прокомментировать, он сказал, я был заключенным, я вас уверяю, судьба еще подарит шанс этому человеку опять стать заключенным. Вот впереди у него, конечно же, и арест, и суд, и трибунал в связи с его наемничеством и организацией вот этой вот, по сути дела, террористической группировки. Вот. Что касается того выбора, да, они как раз создают ложный выбор для россиян, либо заключенные на фронт, либо ваши дети на фронт. Третьего варианта они абсолютно не рассматривают и стараются вывести из паблика, а третий вариант – это прекратить военные действия, незамедлительно вернуть российскую армию в границы России и, в общем, прекратить эту подлую вероломную войну. Почему третьего варианта даже не обсуждает Пригожин? Потому что он понимает, что как только в России созреет и будет принято решение прекратить войну и возвращать армию обратно, вернутся огромное количество людей, которые в том числе будут давать показания, по которым сам Пригожин и его сообщники будут арестованы даже по российским законам. Потому что, еще раз подчеркну, при том, что все называют вот это террористическое образование ЧВК, в России нет законодательства о частных военных компаниях, а, соответственно, само по себе понятие ЧВК – это вне закона. Это вот базис, что нужно понимать. А что касается реакции общества, еще раз подчеркну, внутри даже самой силовой системы сейчас в шоке от того, что Путин, Пригожин и вот эта вот команда сейчас натворили, сделали. И я думаю, что в целом в ближайшие месяцы мы увидим очень серьезные кардинальные изменения и в силовом блоке в России, и в целом и в политической сфере. Продолжение следует...